Если ты покупаешь картину под оформлением пространства, это дизайн, а не искусство. Это абсолютно шизофрения, потому что искусство занимается тем, что для искусства вообще в принципе не свойственно. Услову на самом деле можно отразить в красках, то картина может говорить. Тарантино умеет создать атмосферу, а мы нет. Бонжур, бонсуар. Дорогие зрители, дорогие слушатели, простите меня за мой французский, но здесь подкаст «Терминальное чтиво» — лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Григорий Мастридер и я, Александр Форсайт. А в гостях у нас сегодня культурный просветитель, культуролог, литературовед, автор каналов Artifex и Punk Monk Николай Жаринов. Привет, Николай. Салют. Рад, что ты сегодня с нами появился снова на этом канале, до этого был в книжном челе, сейчас в терминальном чтиве. Поговорим об инсайтах, о трендах, об искусстве, о культуре. Об искусстве обязательно, да. Конечно. Ну, про книги мы много что говорили, всех отсылаю к выпускам книжных чалов, но я знаю, что ты очень образован в искусстве, что ты сам водишь даже экскурсии. Давай вот сразу экспресс такой, блиц, любимые художники, топ-3. Любимые художники, если прям так сразу. Ну, первый – это, естественно, Рембрандт фан Рейн. Потому что Рембрандт – это тот человек, который не просто предвидел многие понятия в развитии изобразительного искусства, но тот человек, который по-хорошему вообще предсказал все, что могло быть сделано в изобразительном искусстве намного-много лет вперед. И если посмотреть, какое количество уже известных мастеров отбращались к Рембрандту, вдохновлялись его картинами, то, пожалуй, просто ни одного другого такого художника больше нет. С учетом того, что все он делал интуитивно, что многие вещи он менял вообще не в угоду канону, а только с точки зрения того, как видел он сам. С учетом того, как сложилась его жизнь от абсолютной славы, всеобщего признания, почти к полному забвению в конце жизни, при том условии, что в конце он разрабатывал именно техники, которые легли, по сути дела, в основу живописи уже второй половины XIX века, начала XX века. Это действительно один из таких наиболее уникальных, наверное, примеров в истории живописи. Пока мы не ушли от Рембрандта, давай пару примеров, что вот имеем мы в современной живописи благодаря Рембрандту. Благодаря Рембрандту, ну, например, смысловое значение цвета как таковое, это его Клаудис Цивилис, где он, по сути дела, предвидит всю живопись эпохи экспрессионизма. Это совершенно другие условия по кадрированию, по расстановке фигур, по тому, что мы вообще, в принципе, называем композицией. Это абсолютное новаторство в плане группового портрета. Здесь, опять же, ночной дозор, и то, как выглядели групповые портреты до этого произведения. Это, естественно, психологизм совершенно великолепный, который впоследствии в второй половине изобразительного искусства XIX века стал уже одним из основных элементов, на что вводит именно Рембрандт, потому что до Рембрандта у нас существовали условные портреты, были потом парадные портреты. Но именно Рембрандт придавал своим моделям такой вот совершенно фантастический психологизм, ориентируя внимание на каждую эмоцию, на абсолютную достоверность, на положение рук, мимику и всё остальное, что до этого момента, в принципе, никогда не обращал на себя такое внимание. Рембрандт – это действительно тот художник, на который, пожалуй, в основе всего лежит. То, что ни возьми, везде он практически отметился, везде он оказал своё огромное влияние. И самое главное, что там с течением времени это влияние не проходит. То есть даже многие современные уже мастера всё равно так или иначе делают отсылки к Рембрандту, на Рембрандта ориентируются. И вот да, пожалуй, Рембрандт в Анрейн – это один из самых прям таких любимых художников на все времена. Это один. Это один. И то вы чувствуете, что мы уже получаем. Ещё осталось два, потому что запрос был на топ-3. А у меня уже внутри как-то всё так собирается. Ещё два. Окей. Ещё, 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 ещё. Я думаю, что как ни странно бы это звучало, давайте вернёмся к русской живописи, потому что русскую живопись я очень люблю. Это Николай Ге. Это художник русский, про которого сейчас достаточно мало говорят. Вот как раз сейчас я готовлю при него большой выпуск, причём готовлю в увязке с Мунком, потому что только с помощью такого шанса ты можешь быть убеждён, что вообще люди по видео кликнут, что они начнут это смотреть, потому что... Ну, Мункам любят, да. Да, само имя Николай Ге, они, по-моему, вообще никому неизвестно. Лучшее распятие ever. Ну, моё самое любимое распятие. Да. Если можно так прораспятие сказать. Да, звучит странно. Распятие Голгоф, вообще, в принципе, весь его путь, он настолько интересен, то есть там просто в каждую деталь его жизни можно вникать, смотреть, что он делал в тот момент, когда жил в Италии, когда общался с Ивановым, смотреть, как вообще проходило становление его творчества, как потом его задевает страстной цикл, как этот страстной цикл он вначале оформляет в «Тайной вечере», оформляет её в виде, по сути дела, критического реализма. С начала самых шестидесятых годов картина вызывает и одобрение, вызывает и скандал, а дальше он вообще уходит в другую совершенность. Если посмотреть, в каком количестве стиля он работал, как он приходил к тому, что именно должно быть на картине, в его рассуждениях о том, чем вообще в принципе является живопись, какой эффект картина должна производить, это ведь его слова, то, что картина не слово, у картины есть всего лишь одна минута, и в этой минуте должно быть всё, а вот не от этого, не от картины. Поэтому картина в восприятии Гея, она должна быть как такой удар электрического тока, она должна сразу бить по зрителю, сразу приковывать внимание и потом уже раскрываться в отдельных деталях. И в этом плане он действительно мастер непревзойдённый. Что его поздние картины, большая часть из которых, к огромному сожалению, не сохранилась, потому что она была запрещена Священным Синодом, потому что потом на весь поздний этап творчества Николая и Гея все плевать хотели, потому что в советское время было не до Христа как-то, а всё его позднее творчество связанное со страстным циклом именно. Если учитывать его общение с Львом Толстым, вообще что с этими картинами происходило, как их спасали, как их укрывали в Ясной Поляне, как часть из них потом всё-таки перевернулась в Третьяковку, как Голгоф, например. А часть была вывезена за границу родственниками, которые просто пытались эти полотна спасти. Это не просто история удивительная, не просто история интересная, когда ты смотришь именно в динамике, в развитии, когда ты понимаешь, из чего всё это складывалось, как это всё было, как человек приходил к этому стилю, как в определённый момент он решил, что вообще нафиг Петербург со всеми его благами, которые он может давать. Я уеду в деревню, буду класть печи, но зато я буду писать то, что мне нравится, не завися от вкуса публики. Это действительно уникальный поступок, поступок очень смелый. Короче, если бы про наше искусство мы говорили с большей любовью, имя Николая Геа было бы известно на весь мир. Но из-за определённых сложившихся обстоятельств такого не произошло. Ну, как бы не произошло, например, с Врубелем. То есть имя Врубеля и вообще его влияние как модерниста, как новатора в плане изобразительного искусства, оно огромное. Но по-хорошему, кроме России и Украины, Врубеля практически нигде не знают. Потому что для всего... Для всей Европы он такой какой-то, никакой непонятный. Потому что не умеем мы популяризировать то время. Не умеем мы из этого делать какую-то историю, которая будет втягивать очень большое количество людей совершенно разных сторон. И в литературе у нас-то особо не отражено. То есть если посмотреть на тот же самый викторианский век в викторианскую эпоху в Англии, то опять же тот же самый Фаус, например, насколько часто к ней обращается, и как он её удивительно обыгрывает. Допустим, в своей любовнице французского лейтенанта замечательный совершенно роман, который вскрывает такое огромное количество совершенно разных деталей эпохи, что человек просто невольно начинает этим интересоваться. Начинает читать какую-то литературу, посвящённую тому времени. Он больше узнаёт художников, которых в том числе Фаус упоминает просто. Лучше представляет себе, что являли себя прерафаэлиты и вообще, что представляло из себя то время. У нас же ничего подобного сейчас не делается. Ну, то есть была эпоха, была эпоха, когда, по сути дела, русская культура расцвела совершенно со всех сторон, это и музыка, это и сценические постановки, это и живопись, это и литература. По-хорошему мы находились не то, что впереди в планете всей, но на первых ролях. Забыто и пофигу. То есть, вообще никуда. Ну, и да, и нет. Но к этому ещё вернёмся, потому что остался третий. Третий человек в этом триплете. Да, и вот третий, 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 да, я даже не знаю, как здесь, наверное, лучше и что сделать. Я думаю, что это на самом деле иронимбосх. Да, я думаю, что это иронимбосх. Во-первых, потому что его картина – это постоянная загадка. Ну, то есть ты никогда не сможешь понять, что там вообще было изображено. Это всё лишь только отголоски, отцветы. И мне нравится сама структура того, как нужно смотреть на полотна босха, потому что ты смотришь фактически в книгу, да, ты должен её читать. Ну, там надо долго разбираться, конечно. Потому что любой триптих, он оформлен таким образом, что изначально ты видишь закрытые створки, как ты видишь обложку книги, да, и знакомство начинается с обложки. И потом ты открывая эту книгу, читая её, соответственно, сверху вниз, да, слева направо, ты понимаешь, что там, ну, должен был понимать, да, что там изображено. Сейчас, понятное дело, что ничего из этого непонятно. Где-то процентов 70-80, наверное, потому что, да, мы даже название картины не знаем. Ну, то есть, известный сад земных наслаждений – это просто как назвали искусствоведы в 20 веке. А то есть это не… Воз сена. Нет, конечно. То есть, сами названия, которые давал Ироним Бос к своим полотнам, вообще никто не знает. Это просто условное название искусствоведов, и всё. То, что мы практически ничего не знаем по его биографии. В этом отношении, в плане этой загадки, это тоже достаточно интересно, потому что, когда ты начинаешь погружаться в различные детали, когда ты приезжаешь в родной город Босха, Хертогенбос, где ещё сохранились городские какие-то архивы, можно выяснить, в общем-то, много такой достаточно интересной информации, которая так обычно остаётся скрыта. И благодаря этому, благодаря, во-первых, ещё детальной прорисовке, потому что это тоже фантастика, вот какие-то абсолютно психоделичным пейзажем, виденью мира. Да, наверное, вот Ироним Босх тоже такой один из любимых художников, пожалуй. Прикол, ты понимаешь, он даже чуть большего масштаба, потому что ты же понимаешь, что до определённого периода, пока это не вошло как-то более-менее в мету, как выразили бы, зумеры, вот, картины даже не подписывались, ну, в смысле, художник и свою подпись не ставил. С этим связана сложность в идентификации, да, многих картин того времени. Ну, некоторые не так сложно, но некоторые очень сложно. Ну, ладно, это мы ещё успеем. Ну, в общем, это да. Ну, вот интересно, я очень люблю всю эту психоделию от Босха, но не знал про биографию, поэтому с новых ракурсов он не открылся. Ну, и Николай, я уверен, что сегодня самых разных новых ракурсов нам откроются. Я вот на самом деле тоже удивляюсь, то есть, с одной стороны, человек был в книжном челе. Два выпуска. Да, ну, это не четыре, но тоже как бы солидно. И участвовал в алкотедах, которые ты делал. Да, я устраивал зум-тусовки с такими короткими лекциями под тосты. Это формат алкотедов, который, собственно, я придумал, и все тусовки мастер-идров так проходят. Скоро для вакцинированных будет такая же тусовочка. Так что вы знаете, что делать. Да. И, между прочим, да, вот тема, по-моему, которую Николай раскрывал у тебя на алкотеде, это же были напитки искусства. Да. И, короче говоря, каждая встреча с Николаем, это, ну, неважно, вживую или виртуально, это как встреча с хорошим другом, где обязательно завязывается такой, знаешь, приятный небанальный разговор под виски с таким кайфом. Ну, да, вот славный шотландский виски двойной выдержки, Николай в роли собеседника, вот и тебе и рецепт идеального вечера. Да, мягкий вкус, несколько сгладит ощущение, постоянно присутствующее, что Николай знает намного больше, чем мы. Ваше здоровье. Да. Будьте. Значит, три художника назвали, окей. Да, но я про Врубеля, кстати, хотел бы сказать, что вот Врубель действительно малоизвестен за рубежом, но я тут чуть-чуть бы поапонировал не для того, чтобы как-то себя выпить, а для того, чтобы дискуссию дальше развернуть. Я не совсем согласен с тем, что мы не умеем продвигать свое искусство за рубежом, потому что какой-нибудь вот последовавший вскоре после Врубеля русский авангард мы продали замечательно. Ну, то есть он прям это, я думаю, что это, если смотреть по искусству, одна из самых сильных таких торговых марок, что ли, России, это вот русский авангард. Не только в изобразительном, а в целом во всем искусстве, пожалуй. Кандинский, Малевич в первую очередь, конечно, наша авангардная музыка, да и театр авангардный, в принципе, тоже впечатляет. То есть умеем, получается? Потому что были люди, которые умели это делать, да, скажем так. А это какие-то особенные люди были? Это были меценаты, которые, ну, вообще, опять же, там та же самая история Мамонтова, Морозова, остальных, которые вообще делали первые коллекции, открывали для зрителей импрессионистов, которые, ну, там, первым на них обратили внимание, по большей части русские меценаты, да. А на Матисса тоже по большей части обратили внимание русские меценаты. То есть они первые начали это скупать, поняв, что вообще в скором времени это все будет очень даже популярно и востребовано. С молодым Пикассо та же самая примерная история. Его девочка на шаре, которая сегодня хранится в Пушкинском музее, это опять же собрание наших меценатов. Только благодаря этому искусство вообще в принципе начало популяризироваться. Появились люди, которые умели это делать, которые могли это делать, и которых были для этого средства, возможности и все остальное. Но, например, еще в начале XIX века подобных людей не было, потому что мы полностью ориентировались вообще в принципе на Запад. Начиная с Третьякова, когда мы начинаем интересоваться именно русским искусством, все равно это... Ну, дальше Россия по большей части не уходит. То есть Третьякова вообще было все равно в принципе на популяризацию на Западе. Ему важно было, чтобы было русское искусство, чтобы это искусство принималось в России. И для этого он давал деньги, хотя русским художникам очень часто удавалось получать достаточно большие преференции. Взять, например, того же самого Саврасова, копия его «Грачей». Она была показана на всемирной выставке в Вене. Она получила там очень большое признание как один из лучших пейзажей. Просто у нас дальше это не пошло. Ну, вот у нас дальше об этом не стали говорить, не пытались сделать из этого определенные информационные поводы и все остальное для того, чтобы эта история все раскручивалась, раскручивалась, раскручивалась. Ну и, соответственно, вот получили то, что получили. А почему такое отсутствие? Это же не отсутствие интереса. То есть у нас же всегда был вот этот элемент национальной гордости, что у нас и живопись, у нас и литература, у нас с определенного периода и театр, а еще сильно позже, до этого мы периода еще в нашем разговоре не доходили, но потом еще и кино. Почему же мы не используем вот этот маховик, который, казалось бы, даже без нашего участия все равно раскручивается? Почему мы его не подхватываем? Почему как будто бы так получается, особенно если по твоим рассуждениям смотреть, что мы не умеем использовать вот эту вот синергетическую составляющую, искусств там, не знаю, в нашей литературе прославлять нашу живопись и так далее? Почему этого нет? Ты знаешь, мне кажется, здесь та же самая история, что с дорогами. Ну, то есть... Долбоебизм. Россия, она большая, в принципе, но дороги у нас очень херовые. И я думаю, никто с этим особенно спорить не будет, в смысле людей, которым умудрились по российским дорогам поездить. Здесь та же самая история. То есть у тебя возникают проблески великолепные. Ну, а один Эйзенштейн, например, в кинематографе, чего это стоит? Это, да, там Чухрай, господи, у нас плеяда великих режиссёров, она огромная. Чухрай велик. Вот. Я про Тарковского ещё не говорю, да? То есть, ну, примеров просто, ну, овер до хрена тех людей, которые действительно не просто меняли мировую повестку, они показывали, как вообще нужно снимать кино. Это всё имена мировой величины, которые просто вписаны во все учебники по кинематографу. Но при этом у нас из этого делают вообще совершенно какую-то непонятную жвачку, потому что не умеют никак нужным образом это использовать и превратить какие-то определённые вещи в канон. То есть, они просто остаются в итоге буквально ни с чем. Ты знаешь, кстати, почему. Потому что выгоднее, например, ну, просто снять херовую подделку под Голливуд. К сожалению. Да, потому что есть пример, что вот у нас есть Голливуд, Голливуд приносит деньги, поэтому мы сделаем такую же херню, как Голливуд, но только с русским опломбом, и получим столько же бабок. Но это так не работает. Это так не работает, потому что, когда люди видят... То есть, вот ты заходишь в магазин, ты видишь, например, перед тобой Луи Виттон, а вот чуть подешевле, но китайская... Ну, тоже Луи, да? Такие же русские подделки. Виктория Лара. Там ВЛ вместо Луи Виттон. ВЛ не видел никогда? Но ты же не возьмёшь, я понимаю. Ну, типа, вот по той же самой причине. Ты думаешь просто, ну, хера? Ну, то есть, откуда такая бедность тем? Почему мы делаем искусство целиком и полностью привязанное к политике, причём ещё и херово привязанное к политике, потому что в политике ничего нового не происходит, и поэтому мы в очередной раз делаем какой-то просто, извиняюсь за грубость, высер по поводу Второй мировой войны, как, например, с этим фильмом «Зоя». Ну, это же пиздец. Зоя, Калл Девятаев, ничего, кстати, смотрибельно. Я даже не смотрю эти фильмы, просто не разочаровывается. Вполне можно. Но так, тоже, это на безрыбье. Но в целом... Ты знаешь, почему с Чухраем не получилось сделать из него культовую фигуру? Насколько я знаю, история в этом эксцессе, по-моему, на третьем международном московском кинофестивале, не знаю, вы шарите за эту историю, там съехались, ну, ММКФ, третий, то есть ещё не выдохшаяся движуха, только всё это возникло, председатель жюри Чухрай, который, ну, на тот момент есть, ну, это глыба уже. Какой это примерно год? Я думаю, что это 60-е или конец 50-е. Окей. Но думаю, что 60-е. Ну, это легко проверить, я просто, к сожалению, не помню дату выхода, но сейчас поймёшь, дату выхода чего. И туда приезжают, в частности, в огромном списке, причём в списке действительно солидных имён, приезжает Феллиния с 8,5. А, естественно, установка на то, что, ну, естественно, Гран-при должен получить либо советский режиссёр, либо кто-то из соцблока хотя бы, или хотя бы единомышленник такой, прям основательный. Вот. А тут Феллинии, и причём Феллинии какой-то, это... Ну, 8,5 не очень в духе коммунистических ценностей. Это ведь не дорога, да. Это не дорога, которая ещё как-то... Это 8,5. Это скучающий, значит, актёр успешный, или он режиссёр, я не помню сейчас, к сожалению. В общем, это невозможно. Никак. И Чухрай поставил ультиматум, что жюри откажется вообще выносить решение, если будет оказано давление и не дадут дать гран-при Феллинии. Вот. И Чухрай личным своим решением добился того, чтобы Феллинии дали первый приз. Вот. После чего, естественно, Чухрай, конечно, не мог оказаться полностью вымаран, но при этом и сделать его флагманом таким уже было нельзя, потому что какой-то он неблагонадёжный, каким-то итальянцем, буржуазно скучающим. Одна эта сцена с Сарагиной, чего стоит, да, вот эта толстуха на пляже, как-то это не по-нашему. Как можно этому гран-при давать? Ну, Чухрай уперся. Вот тебе и чистое небо. Ну, вот политика, да, конечно, однозначная причина, но в целом вот... Ну, так очень многие упирались. То есть, ну, а если взять, например, там ту же самую историю с Чеховым, когда он складывает в себя звание академика, потому что его звание решили лишить Горького. Ну, во время скандала. И Чехов на это разумно говорит, что у меня, типа, ребят, спасибо. Я участвовал в голосовании, я как бы так не могу. Вот. И при этом Чехов, ну, всё равно остаётся. Да, то есть, отношение к власти тоже совершенно разное. В свою очередь, Чухраева у нас начинают там потихоньку задвигать, выбирая более благонадёжных. Ну, это и всегда так было с советского времени, когда у нас самый хороший художник, это художник благонадёжный. Чтобы не выпендривался. А сейчас на Западе не получается такой же ситуации, только уже не в силу какой-то государственной повестки, а в силу просто социальной повестки. Я, может, на любимого конька вскакиваю? Да получается, в том и дело. То есть, если сейчас посмотреть просто, как производятся вообще фильмы и всё остальное, ты понимаешь, что просто начинается какая-то абсолютно шизофрения, потому что искусство занимается тем, что для искусства вообще в принципе не свойственно. То есть, вместо того, чтобы рассказывать людям истории, рассказывать максимально красиво, интересно, увлекательно, ну, то есть, в чём, в принципе, и состоит самая главная задача искусства, во всех странах абсолютно везде начинают это впихивать в рамки, причём рамки, они убогие со всех сторон, они убогие в России, они не менее убогие на Западе, они просто... Ну, ты откровенно смотришь и говоришь, ну, ребят, это дерьмо. Ну, то есть, ну, чуваки, ну, я всё прекрасно понимаю, ну, это, оно говно. Оно же так не работает. Ну, то есть, если мы возьмём и пихнём сюда трансгендеров, количество разных вообще полов, всего остального, это не сделает картину лучше. Это никак не влияет на ваш конфликт, на драматургию, на всё остальное, потому что вы это не подработали, вы просто напихнули их туда. Ну, то есть, сейчас проще. Я условно хочу сказать, в принципе, на мой вопрос ответ-то был получен, что сейчас проще продать сценарий актуальный, чем сценарий хороший. В том и дело. А нельзя делать хорошие актуальные сценарии? Можно, просто это намного сложнее. А зачем стараться, если ты можешь просто написать сценарий про то, что и так пройдёт, все фильтры, и оно выйдет, и ты получишь те же деньги? Ну, то есть, смотри, обычная самая история, то есть, ну, в своё время было сказано, что почти вся, в общем, художественная литература, да почти всё искусство, это простая история Хуана и Мария. Ну, что с этого момента произошло? Да, как бы так или иначе, в основе 95, наверное, процентов всех произведений у нас лежит любовная история. И вот дальше ты в этой любовной истории, типа, хочешь-не хочешь, начинаешь менять порядки. Но современный мир совершенно не важно, да, типа, как они вообще подклеятся под себя, какие-то будто особенности или ещё что-то, и поэтому всем представители новой формы искусства, скажем так, как они просто штампуют уже устоявшиеся клише, к ним добавляют ещё уже устоявшиеся клише, просто чтобы пройти вот эту проверку, и дальше будет непонятно чего. То есть, у нас сейчас мода на то, чтобы сделать из Великой Отечественной войны, по сути дела, священную войну, да. Конечно, так ещё предки завещали. И вот мы фигачим по тему святки, святых, всего остального, главное, чтобы было право славного. А то, что есть более актуальные темы, почему бы про это, например, не снять что-то, почему мы должны концентрироваться только на давно уже прошедших событиях, не разбирать что-то более интересное. Ну, то есть, почему, например, настолько хорошо заходит и сейчас фильм «Брат», хотя он был снят уже очень-очень давно, причём типа что первый, что второй. Второй, конечно, на мой взгляд, похуже. Потому что он был на актуальный вопрос. Балабанов это снимал в тот момент, когда героем был максимально близок. Поэтому это заходит, поэтому брата покупает Netflix, потому что это кино о жизни, а сейчас никакого кино о жизни мы, в принципе, не снимаем. У нас самый жизненный сериал, это, блин, «Чёрное зеркало». Ну, по-хорошему, то, что более-менее хотя бы отражает то, что происходит. Почему настолько классно зашёл фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»? По той же самой причине он рассказывает обычную человеческую проблему и рассказывает языком без вот этих вот штампов, да, сколько раз там говорится, например, слово на «н», да, которое в Америке обычно не приемлют. Как там показан этот бытовой расизм, все остальные истории. При этом, насколько эта история человечная, насколько она классно отыграна и сразу результат, потому что люди такого давно не видели. Но дело ведь не в том, чтобы это было про наше время, это же про само понятие человечности, то есть штука же не в том, чтобы человек узнавал то, что не узнавал то, что вокруг, потому что тот же там, не знаю, фильм «Однажды в Голливуде», он вообще, он и альтернативно-исторический, и про время, которого, наверное, всё-таки большая часть аудитории не застала. Ну да. Никто особо-то не представляет, нет, ладно, американцы понимают, что за история была с Шерон Тейт, но они не знают про этого «Господи», я, к сожалению, забыл, как его зовут, который Вина в «Великолепной семёрке» играл. Вот он там, у него там маленькое такое камео, актёр его играет и прям показывают стрелочкой. Вот этот чувак, кто это, большинство, наверное, подумает, никто не знает. Это был культовый актёр того времени, автогонщик ещё попутно. То есть, наверное, человек в этом реальность окружающую не узнаёт, но фильм всё равно очень человеческий, и, возможно, поэтому находящий отклик. Он не привязан. Он показывает атмосферу, потому что Тарантино умеет создать атмосферу, да? А мы нет. Немножко грустно. Ну вот я хотел, кстати, в защиту фильмов на актуальную повестку с трансгендерами, людьми разных небинарных полов и так далее сказать. Мне кажется, что как раз это ответ на твой тезис про то, что все фильмы это конвенционные, такие конвенциональные истории любви многообразие существующего дискурса, в том числе в сфере того, что даётся право голоса там ЛГБТ плюс людям и так далее, даёт возможность расширить очень сильно палитру сюжетов. Если крутой сюжет, взять классную историю с атмосферой, со старитейлингом и поместить туда вот таких людей, которые отличаются от того, что обычно нам показывают вот это гетеронормативное искусство, то это же будет охуительно. Я, правда, не видел ни одного такого фильма, но я небольшой эксперт. Так в том и дело, потому что они... Но можно сделать, но и будет это... Это будет просто разъёб. Они берут новые повестки, они берут старую, они берут тебе Шекспира и делают Шекспира с геями. Конечно, надо делать не Шекспира с геями, понятно, да. Вот и всё, всё, что происходит. Они берут старые, уже изъезженные, продаваемые сюжеты и просто начинают добавлять туда новую повестку, но это уже было продано, это было продано уже не раз. Ты не делаешь ничего нового. До этого момента, когда какое-либо новое направление появлялось в литературе, это было переосмысление, это было привнесение чего-либо нового. То есть, когда, например, те же самые ребята из «Буря и натиска» боролись с влиянием того, что делал классицизм, они брали и просто создавали нечто новое, нечто крышесносное, что просто не укладывалось в сознание людей того времени. Когда Гёте, например, создаёт своего «Фауста», ведь не будем называть «Фауст», нахрен, это пьеса, её нужно ставить в театре, как ты поставишь два тома в театре. Это пьеса специально не для постановки, где нет никакого понятия о трёх единствах, не единство времени, не единство места, не единство действия, где всё это строится просто на разрушении вот этих уже устоявшихся канонов, но при этом на создании в том числе и новой истории, которая до этого момента находилась буквально под запретом. А сейчас тебе ничего нового не предлагают. Вообще. Теперь говорят старые сюжеты. И в старые сюжеты тебе встраивают новую повестку, а они из-за этого разваливаются, потому что они так не работают. Я думаю, в независимом кино много нового, просто до нас много чего не доходит ещё. Конечно, но фишка в том, что ты реже о том, что в качестве вот этого массового продукта ты можешь продать не сценарий какого-то будущего хорошего арт-хауса, а скорее вот действительно какой-то суперобыденный сюжет, на который ты просто натягиваешь дополнительные фигурки, условно новый скин надеваешь на того же персонажа. И это как если бы вместо того, чтобы там, не знаю, какие-нибудь вот эти дидактические, назидательные романы, которые в какой-то момент сменились романами реалистическими и произвели из-за этого фурор как жанр, если бы просто люди стали чуть-чуть по-другому разговаривать, чуть-чуть менее вычуриваться, и все, а в остальном продолжили бы вести себя так же. Но это же залупа получилось бы. Ну вот сейчас понятно, там кризис, да, там в Голливуде из-за того, что снимаются самые популярные кассовые фильмы. того чувака Стив МакКуин звали. Стив МакКуин. Я помню, что он Вин играл, а вот как его звали, я забыл. Ну короче, кризис не только у нас, кризис там везде. Я про это и спрашивал, да. Но с другой стороны, то, что сейчас есть стриминг, то, что выделяют независимым авторам бабки, то, что в принципе там Netflix вообще поебать на то, что там сколько соберет в прокате какой-то фильм, они символически выпускают, да, чтобы можно было на это потом награды какие-то номинировать фильмы. Просто делают какой-то. Вот я посмотрел на Apple TV+, классную, мне Алекс Кадет показал, супер такую артхаусную, затянутую, но дико атмосферную документалку про язык китов, двух ученых, как они, называется Fathom, всем советую, Фантом. Вот, Apple TV, вот их эксклюзивные. То есть вот такие фильмы благодаря стримингу появляют, это всем советую, прям мощнейшее было, мощнейшее впечатление. То есть благодаря вот этим новым технологиям и, ну, в частности, французский фильм «Птица» и без новых технологий вышел и раздолбал все. Я не смотрел. Это было лет 20 назад, наверное. Вот, очень советую, кстати. Вот ровно так же, как ты советуешь про язык китов, я посоветую фильм «Птица». И это тоже... Ссылки в описании. И он катался в кинотеатре, пока не было, между прочим, всех этих стримингов. Ничего. То есть стриминги, как таковые, скорее наоборот, навязывают свою повестку. Да не стриминги навязывают. Навязывают как раз-таки кинопрокат, что там, блядь, миллионный там ремейк, сиквел, приквел. Ну, ты же не сможешь продать шовинистскую какую-нибудь историю, пусть даже просто очень интересную, а кино должно быть в первую очередь интересным. Ты не сможешь продать шовинистскую историю, какую-нибудь жестко шовинистскую, на этом построенную, на Netflix. Ну, ты в кинотеатрах ее не будешь показывать. Так это плохо. А зачем шовинистскую историю показывать? Так бывают и такие интересные истории. Ну, если она действительно интересная, и она не прославляет шовинизм, наверное, в чем проблема. То есть можно история про шовинизма... История про шовиниста не обязательно должна быть шовинистской историей, скажем так. Так нет, можно и шовинистской. Как кролик Джоджа. Ну, ну, типа того. Только про шовинизм. Он же запрещен в России, да? И Тайка в IT такой, так, стоп-стоп, как они меня сюда припили? Неймдропнули. Ладно, мы что-то из изобразительного искусства ушли в кинематограф, очень интересная дискуссия, но мне хотелось чуть-чуть вернуться на этого конька. Кто вообще самый крутой в плане международного успеха, раз уж мы там сейчас вот про Россию, маточку, говорим, и про то, кто из наших ребят там продвинулся. Понятно, там в кинематографе уже там назвали несколько культовых людей. Это Эйзенштейн, Чухрай и Тарковский, да? Кого еще мы забыли? Мы не забыли просто. Я так понял, Николай взял из разных периодов. Окей, да, там их, понятно, было больше. В кинематографе там, да, есть у нас там. В изобразительном искусстве, насколько наши ребята, они котируются сейчас. Ну, Айвазовский, у него все время один ценник. Айвазовский? Да, Айвазовский, русский, авангард, это все время в топе по ценам. Естественно, шагал. Да, иконы. Но так как-то пока не густо. То есть Ге, ты уже сказал, что он как-то не взорвал. Да, Ге это не настолько интересно. Ну, потому что, опять же, нет интереса к... Русская слишком тематика? Не только потому что русская тематика, потому что смотрят просто по запросам. Если брать, например, там тот же самый русский реализм, то подобный же реализм есть во Франции, французский критический реализм. То есть мы просто вторичные в этих жанрах? Я бы не сказал, что вторичные. Каждый раз у нас это все сваивалось по-своему, но это было просто настолько близко к культуре, настолько нужно понимать определенную информационную повестку, почему это делалось, чтобы пробудить у людей вообще интерес к этому в новой фазе. Но для этого нужна очень большая, скажем так, идеологическая подготовка для того, чтобы этот интерес пробудить, его нужно вызвать вначале. А так это просто обычные реалистические пейзажи, картины, они смотрятся абсолютно стандартно. Понятное дело, почему продаются и в Азовске, но опять же цены на него не растут. Окей, то есть не было каких-то чуваков, которые бы это круто продвигали, как ты говорил. И прорыва, получается, не было. И каких-то там, вот как русский авангард, прорывных вещей, которые бы изменяли. А в Азовске нет, а в Азовске умел очень круто все продвигать, у него было все очень хорошо, он не вступил ни в одно общество, нигде. Он был совсем салонный такой художник. Да, и при этом сам все делал. Он устраивал свои персональные выставки, он устраивал свои мастер-классы, когда он прям при людях писал пейзаж, очередной морской пыль, он выставлялся, продавался практически сразу. В общем, мужик умел делать деньги, и делал нормальным. А можно я еще подъебываюсь стопами? Мне кажется, это интересно будет многим нашим слушателям, слушательницам, зрителям и зрительницам. Вот современные художники. Давай возьмем вот из ныне живущих твой топ. Сложно, потому что к современным искусствам у меня не самое хорошее отношение. Почему? Мне очень нравится Ансель Мкифер. Вот, наверное, он на первом месте. Это потрясающая игра с цветом. Это, ну, тот один из немногих моментов. Например, выставка, посвященная Велимиру Хлебникову, когда ты понимаешь, как слово на самом деле можно отразить в красках, что картина может говорить. Кифер в этом плане действительно он художник, настоящий художник, который умеет тебе передать чувства, который умеет завлечь твое внимание, который умеет сделать так, чтобы твое внимание было целиком и полностью сосредоточено на картине. А это очень большая редкость, потому что современные художники в основном работают не на это. Работают не с каким-то там тонким ощущением зрителя, а с тем, чтобы просто произвести на него эффект моментальный, чтобы этот эффект был, ну, вместе с тем, недолговременным. Это должен быть эффект шока такого моментального с каким-нибудь, опять же, там, более-менее вульгарным или перформансом, граничащим на грани вульгарности, еще чего-то подобного. Ты про какого-нибудь там херста? Потому что это все должно быть сиюминутно. А Кефер в этом плане, да, интереснее намного, потому что он... Ну, его картины не купишь для оформления. Вот это ключевой момент. Можешь ли ты купить картины художника, чтобы они вписались в твое пространство? Нет, картина сама задает сюда пространство, и пространство ты оформляешь под нее. Если ты покупаешь картину под оформление пространства, это дизайн, а не искусство. Вот, и поэтому с современными художниками, да, здесь, конечно, есть определенная проблема, потому что, естественно, есть спрос, денежный вопрос и все остальное. И большая часть людей работает на рынок. То есть занимается, по сути дела, дизайном. Бабки, бабки. Окей, первого ты назвал. Давай еще парочку из топа. Русские художники. Давай возьмем их. Давай. Наверное, будет Александр Журнаклюев. Это мой хороший, очень знакомый человек, которого я действительно считаю очень большим художником, очень большим мастером, который действительно не просто разбирается в живописи, он ее понимает. Он ее понимает, и он ей живет. И без этого он жить не может. Когда ты понимаешь, то это человек, который, ну вот, он понимает, как и что сделать. Буквально с первых штрихов он начинает, когда он пишет картину, он буквально красками говорит, линиями. Это уникальное явление. Действительно, явление очень интересное. И то, чего в современном искусстве, скажем так, очень мало. Потому что, по большей части, то, что ты видишь, чаще, конечно, ложь. Ну, говорить об изобразительном искусстве то же самое, что танцевать об архитектуре, поэтому мы, естественно, ссылки на всех этих художников поставим, чтобы посмотрели. Интересно сразу становится. Я задаю этот вопрос не как фанбой, а просто интересуюсь. А вот достаточно широко популярный и, в частности, за границей вот этот новый русский наив. То есть Любаров, Губарев. Вот эти вот ребята. Мне не очень нравится, но интересно твое о них мнение. Да, очень-очень успокоен. Да? Там Анжела Джерих и так далее. То есть там в чем штука? Наивное искусство. Наивное искусство? Я ходил как-то в новостях. Причем при этом люди на самом деле академически образованы и писать могут и не так. Но они сознательно делают наивное искусство. Как будто ребенок рисует. На вот эту бытовую в основном тематику. То есть это все время какие-нибудь там какое-нибудь окно из панельки. Из него человек выглядывает на Луну. Мне не очень, но мне было интересно, как вот Николай. Но это уже было. Просто, опять же, это уже прошлый век, потому что приходишь, например, в Третьюковку, смотришь на картину Лучишкина, шар улетел. Блин, ну типа, ну, ребят, это же уже все было. Ну, то есть оно уже было. Зачем еще? Типа, что вы этим хотите сказать? Ну, это уже было сказано. Ну, Лучишкин, например, да, безумно нравится. Ну, то есть фантастическая картина России. Просто вот одна из лучших. Я не знаю, там, типа, хочешь увидеть Россию в одном просто, в одной картине, вот Лучишкин шар улетел вообще замечательно. С другой стороны, не будучи никак приверженцем вот этих вот наивистов, а вот ты считаешь, что искусство обязано быть новым? Я вообще не считаю, что искусство... Какой-нибудь Стоппорт, он же тоже, типа, вроде... Он там пишет, да, Розенкрандс и Геленстерн мертвые. Он оттолкнулся от такого сюжета, ну, который, с одной стороны, его очень ко многому обязывает. С другой стороны, очень многое в этом сюжете, который он просто раскрыл с немножко другой стороны, всё-таки очень многое уже за него придумано. То есть он принципиально такой. Это не самостоятельный продукт, он существует в связке. И при этом, на мой взгляд, это шедевр. Ну, смотри, несмотря на то, что за него очень многое раскрыто, но это, опять же, вопрос интертекстуальности. То есть никто не говорит, что ты не можешь делать отсылок. Блин, это как называть, например, Тарковского каким-то не таким режиссёром, потому что в конце он процитировал возвращение блудного сына Рембрандта. Мол, какого хера Тарковский ты сделал? Ведь уже был Рембрандт, да, и был уже Солярисом по себе, чёт-чёт просто взял, совместил. Фигня какая-то. Нет, здесь вопрос состоит в том, что это интертекстуальность, это совершенно нормально, когда ты занимаешься тем, что ты выстраиваешь композицию из разных пластов, разных текстов, для того, чтобы подвести к какой-то определённой мысли, которая близка тебе. Это абсолютно нормальный приём. Вопрос состоит в том, когда ты из-за этим уже, ну, не привносишь ничего нового, потому что, ну, оно уже было. И главная проблема современного искусства состоит в том, что, ну, а это уже было. Ребята, вы хотите сделать что-то новое, вы хотите как-то, по-моему, а оно было уже. И из-за этого есть, да, как бы определённый стопор, то, что не совсем понятно вообще, где, как, куда и к чему двигаться. Определённый стопорт возникает. Я боялся. Да, его со временем. Но, блин, есть же вот эта тема, что в искусстве есть там 7 или там 13 или 19 там вечных сюжетов, кто сколько придумает, да? Есть определённое количество цветов, распознаваемых человеческим глазом, их комбинаций. Это же будет только тяжелее становиться. Каким будет искусство 23 века? Они уже просто заебутся. Ты что-то делаешь, что-то придумал, гениальную концепцию какую-то. А тебе говорят, а это было вот там-то. И ты такой, ну, блин. Всё, искусство тогда закончится, исходя из этого. Не факт. Очень много говорят, что это уже было, а потом оказывается, что, а, нет, не было. Ребят, мы ошиблись. На самом деле было всё немножко по-другому. Почему? Потому что очень многие значения смыслов придаёт контекст. Просто из-за количества людей в современности, из-за того, какое количество людей вообще занимается изорцанием искусства, их информационной подготовки, мы имеем совершенно другую точку входа, чем это было в 19 веке. Но сейчас точка входа выгоднее, да, пожалуй, для производителей искусства? Ну, относительно. Относительно, потому что в 19 веке тебе нужно было впечатлить только определённую аудиторию, предпочтение которой ты примерно знал. В 21 веке всё совсем не так. Ну, то есть всё очень сильно зависит от того, где ты продаёшь, что ты продаёшь, как ты продаёшь и так далее. То есть точка входа намного больше. Соответственно, исходя из этого, совершенно другая повестка стоит от того, что ты должен делать. То есть в 23 веке будет просто очень много новых тем? Да, роботы будут писать. Так это понятно. Ну, по большей части, да, вполне возможно, искусственный интеллект. Ну, вот то, что занимает, мне кажется, самую большую нишу, это очтиво для того, чтобы, допустим, занять время. Я уверен, что в ближайшие годы это смогут уже воссоздавать. Так это уже сейчас GPT-3 может. Воссоздавать уже настолько, что, ну, они просто смогут это бесконечно делать, да? Да. И получается, даже какая-нибудь Маринина не сможет вывести такой же объём. Роботы вытеснят Маринину. Вы представляете? Донцова, да. Какая потеря. Бедняжка. Она злая такая, кстати. Назлая? Да. А она обиделась на дис? Насколько я знаю, да. Но я не помню, откуда я это знаю. Да, ей скинули? Насколько я знаю, да. Я просто не помню, кто мне это рассказал. Книжный чел, выпуск 10 на этом канале посмотрите. Я тогда ещё был таким пухлощоким юношей. Странный выпуск. Самый странный выпуск. Самый странный выпуск на этом канале. Но я вот не помню, кто-то мне рассказал, что Донцову показали, и она обиделась. Окей. Главное, чтобы Лободе показали. А вот робот не обидится. Видишь, как прекрасно. Удобно. За роботов. Ты не назвал ещё третьего современного художника? Я, наверное, даже не знаю. Потому что... То есть это показатели. Я думаю, что если я спрошу, кто тебе нравится из художников 18 века, ты мне пау-пау-пау-пау-пау назовёшь кучу имён. А сейчас нет. То есть значит ли это, что современное искусство дегранирует? Нет, не значит. Я думаю, что это значит только одно, что я просто этим меньше интересуюсь, чем искусством прошлого. Вот и всё. А почему? Что ты застрял, получается, в веках? Такой я, чёрт, в Ретероград. Да. Совершенно ужасно. Не, ну серьёзно, как ты думаешь, почему? Да не просто, ну мне это не настолько интересно. Ну то есть понимаешь... Ну ты же живёшь сегодня. Да. То есть может именно поэтому. Может, может, типа либо это форма эскапизма, либо сейчас просто не такая крутая культура. Почему ты любишь пиццу, если ты живёшь в России? Я люблю пельмени больше, чем пиццы. Это эскапизм какой-то? Я пельмени люблю больше. Пельмени, китайскую еду любишь? Русские пельмени. Вопрос просто состоит в том, что меня это сейчас меньше интересует. Меньше интересует, потому что, когда ты понимаешь, как это создавалось, какими конфликтами это создавалось, когда ты понимаешь определенный контекст эпохи, в связи с тем, что изначально ориентировался на изучение истории литературы, истории в принципе, мне это было интереснее. Когда ты понимаешь, что даже основные моменты в разрушении, например, изобразительного искусства, они уже прошли. Чем дальше начинаешь изучать вообще историю изобразительного искусства, ты понимаешь, что это херня. Ну, то есть откровенно. Ну, то есть там вообще особой разницы между ребятами нет. Между современными. Да, они просто вот в терминологии иногда расходятся, и все. И ты понимаешь, что, блин, ну, типа, чуваки, вместо того, чтобы создавать что-то понятное, вы создаете какой-то местечковый клуб, типа, для самих себя, а больше, ну, для того, чтобы вешать на уши лапшу коллекционерам, чтобы продавать вашу работу. Типа, ну, что за херня? А в отличие от них, те чуваки, типа, универсально вызывают какие-то чувства, да, свои? Да, но я не могу сказать, что вызов чувства вообще в принципе универсален, да. Я всегда служу со своей личной позицией. У меня лично это вызывает эмоции, все. Я никогда не говорю, что, типа, мой вкус, он является основой для всех. Нет, вообще нифига. Ну, у тебя большая аудитория, которая формирует... Вкус, как мне кажется, определенный. У меня есть. И поэтому я об этом и говорю. Я никогда никому ничего не навязываю. Я никогда не говорю, что вот это искусство, а вот это вот говна кусок. Нет. Для каждого человека свое. То, что для меня говна кусок. Может, кому-то это покажется искусством. Пожалуйста, хорошо, поздравляю. Я за вас очень рад. Это, кстати, очень удобно. У тебя забрали говна кусок, а от тебя остается остальное. Но испытываешь ли ты определенный пессимизм на эту тему, какое-то удручение? Ну, то есть, получается, что все пиздатое было в прошлом? Знаешь, есть представления о золотом веке. Да, ну, это классический миф такой, да. Чуждые. Есть теория Эси Винера, которая говорила как раз о том, что мы вообще развиваемся по принципу энтропии, то, что вселенная идет к своему разрушению. А так оно, в принципе, и есть, потому что чем дальше, тем хуже. И время, в общем-то, уже конечное. Да, и большой взрыв обратим. Поэтому все не доживем. Поэтому разницы особо нет. До конца вселенной только уж точно. Факт состоит в том, что... Ну, я считаю, что просто мы находимся с вами примерно в такой же ситуации, в которой находилась Римская империя накануне своего падения. У нас грядет новая абсолютно цивилизация, которая принесет свой вид искусства, которая принесет все совершенно другое. и это будет иначе. Потому что, если мы говорим с вами о том, что представляла из себя, например, римская культура конца уже Римской империи, мы примерно получаем то, что и сейчас. Это искусство, которое существовало на продажу, это искусство массовое, искусство тиражируемое, искусство, которое больше составляло из себя отдельный рынок. А потом приходит очень долгое время Средневековья, когда на искусство с ним вообще похер. Абсолютно. Кто это все написал примерно с теми же взаимосвязями? Соединенные Штаты Америки давно называют новой римской империи. Нет, я имею в виду конкретно про то, что мы находимся примерно в той же точке, но это Шпенглер. Да, закат Европы Шпенглер. Так что... Ну, он это написал достаточно давно, а мы до сих пор еще не развалились. Но мы идем по ровно тому пути, что он наметил. В смысле, он что написал, то и происходит. Ну, я читал достаточно давно, поэтому сейчас не способен спропонировать, но я уверен, что что-то все-таки изменилось. Черные лебеди появились в термологии Талиба. Мы опережаем просто его прогноз. Мы быстрее идем по этому пути. Так что... Ну, еще никто не отменял возможную сингулярность, которая спутает карты всем этим темам. И будут роботы производить такое неебическое искусство, что вы будете смотреть и говорить, это просто... Это... Ну, люди просто... Ну, они слишком несовершенны были для того, чтобы создать такое. Что настолько что-то новое. Что ты так смотришь? Ты не считаешь, что робот не может создать искусство? Не может написать симфонию? Не важно. Здесь сказать... Наверное, может. Вообще, если разбирать все искусство, оно очень просто. Ну, изначально. У тебя пограничное количество слов. У тебя всего нахрен 7 нот. У тебя немного красок. Ты можешь из этого сделать все, что угодно. Вопрос, что? И как? Блин, просто... Все? Для философского сегмента ТикТока, мне кажется, это... Тебя закопали и уничтожили. И меня тоже. И только мягкий вкус, как я уже говорил, может сгладить. Давайте это выпьем. И перед заключительной и главной частью нашего подкаста, про которую мы сейчас скажем отдельно. Вот для тех людей, которые слушали, у нас самая разная аудитория. Есть там венчурные инвесторы, программисты, разработчики из Кремниевой долины, из Москвы, из Минска, откуда угодно. Есть там ребята-музыканты, есть предприниматели, стартаперы. Ну, далеко не все из них настолько энциклопедически начитаны и насмотрены в разных видах искусства, как ты. И многие хотят. Вот если возьмем изобразительное искусство, потому что про книги мы с тобой в книжных челах наших общались, ссылки будут в описании. Вот, про изобразительное искусство. С чего начать вообще? Чтобы вот стать охуенным экспертом во всем этом деле? Или хотя бы сносным? Сложно сказать. Сложно сказать, потому что, как всегда, как любой разговор с искусством, это очень индивидуально. То есть нужно понимать предпочтение человека, что ему в принципе нравится, что он хочет получить от той или иной картины. Какой эффект? Тогда ты можешь подсказать работы, кого лучше посмотреть, потому что ты будешь понимать, насколько они заходят человеку или нет. Здесь универсальные формулы не существуют, в принципе. Никогда никакой то же самое, что с литературой. То есть ты посоветуешь там на родную книгу одному человеку, она ему зайдет, другому вообще будет совершенно по боку неинтересно. Вот как опять же с тем же самым Фаузом, которого мы обсуждали. Это недавно сделал Фауз, что вау, прочитал, насколько обалденный роман. И мне люди начали писать, ой, не смог читать, там вообще ужас какой-то, фу, просто какая-то полная хрень от избовницы. Французского лейденанта просто отворот. И это абсолютно нормальное явление. То есть я не отношусь к этому как-то плохому. То есть не зашло и не зашло. Пожалуйста, с искусством примерно та же самая история. То есть я говорил, например, о том, что для меня представляет Рембрандт, как мне интересно смотрится в детали. Но большого количества людей это вообще не так. Рембрандт для них на самом деле достаточно скучен. Ну вот может быть, если бы они читали какие-то там еще комментарии к этому, там смотрят, что возвращение блудного сына, ну нарисовано красиво. И с аудиогидом стоят. Технически, конечно, достаточно впечатляет. Но может быть, ты даже знаешь, если ты образованный человек, историю, притчу эту о блудном сыне. Но что такого крутого в этой картине? Вот если бы мне там аудиогид от Николая Жаринова бы рассказал, что там вот то-то, то-то там. И такие вот инновационные приемы. Я такой, ага. Вот как получить этот ага-момент? А вот ага-момент ты получаешь только в тот момент, когда тебе становится известна в данном случае биография автора. Изучать биографию авторов? Не совсем. Потому что у разных людей это идет по-разному. Допустим, вот есть человек, который хочет заинтересоваться изобразительным искусством. При этом, ну, допустим, всегда беспокоит Пикассо. Он не понимает, почему Пикассо вообще настолько популярен, почему он настолько известен, что он вообще сделал, потому что, по его мнению, какие-то кривые, непонятные формы. И ты ему говоришь, окей, давай Пикассо. Ну, тут хорошо, ты хочешь понять, почему вот так, где и как. Поехали. И ты начинаешь все это с истории того, вообще, на что смотрел Пикассо. Ну, чем он вдохновлялся. И тут ты понимаешь, что для того, чтобы рассказать про Пикассо тебе, ну, никуда без Эльгрека и Веласкеса. Ну, типа, вот вообще просто. И Гои. Да, то есть, вообще никуда. И получается, что у тебя целый просто экскурс в истории испанской живописи. И если человек этим проникается, ну, в общем, я не знаю, как можно там не проникнуть на свой определенный момент Эльгрека или Гои, с Веласкесом более-менее понимаю, потому что Веласкес такой, дальше надо, очень спокойный язык, легкий, и Веласкес больше такой медитативный художник, которого очень тяжело и долго нужно воспринимать, и тем более всегда нужно видеть его в реале. И когда ты потом приходишь к голубому и розовому периоду Пикассо, когда потом начинаешь видеть его эксперименты с кубизмом, да, когда в итоге доходят герники, ты начинаешь понимать, что же он на самом деле делал. Откуда он выходил, что он повторял, что это не просто его желание упростить максимально свою работу, что за всем этим скрывается на самом деле очень много совершенно разной информации, которая базируется на истории классической живописи, о том, что он не просто человек одаренный, человек чувствующий, он действительно в определенном моменте гений, который блестяще разбирается в композиции, который великолепно умеет отобразить те или иные чувства. И что, когда, например, люди всерьез восхищаются герникой, ты понимаешь, что на самом деле в этом огромное количество фальши, потому что Пикассо делал все для того, чтобы этой картиной никак не могли восхищаться. То есть, эта картина, она максимально отталкивающая. Вся ее прорезь в том, что ты вообще не хочешь на нее смотреть. Ну, совсем. Она настолько себе отвратительна, что тебе хочется отвернуться, но ведь он именно этого нахрен эффекта и добивается. И поэтому, когда ты видишь бабулю, которая ходит, у тебя такие вау. И рассматривая там все эти детали, ты понимаешь, что, блин, дама, это не так работает. Это как история с восхищением фонтаном Дюшана, на которой он сделал, чтобы... Затроллироваться. Вы еще рофлите. Вы, может, еще это искусством будете называть. И все такие... Искусство-то. Да. Как-то раз три пацана пришли к Сергею Дягилеву и говорят, давайте-ка мы вам сделаем балет с либретто. И у нас уже и художник есть, вот он. Три молодых типа. Прикольно. И Дягилев посмотрел на них и такой, давайте. И этими типами был не Альберт Эйнштейн, нет. Либретто писал как то. Художником был Пикассо. А музыку написал Эрик Сати. Неплохо. Вот такие пацаны так до пороги обивали, вы понимаете. Как-то раз. Три пацана. Сели на студию подкастов Фабума Рекордс. Лучшая студия звукозаписи в Москве, между прочим, наша. И выпили немножко замечательного виски. Очень мягкий вкус. Очень мягкий вкус. Вот. Очень. И такие. А чем заканчиваются лучшие подкасты об инсайтах, исследованиях и трендах, Александр? Слушай, мне кажется, что фристайлом, но я не уверен. Но надо пояснить, что это. Но надо пояснить, что это, друзья. Фристайл – это рифмованная импровизация на бит, который для нас сейчас поставит наш замечательный звукорежиссер. Юра Флати Битс. Юра Флати Битс. Респект. Мы его слышим в первый раз. В смысле, не звукорежиссера, а бит. Вот. И что-то вот на ходу будем рифмовать. Возможно, Николай присоединится тоже. Судя по его счастливому лицу, он готов вырваться и разъебать. Вот. Мне кажется, ты давишь. Диджей. Мне кажется, что да. Заводи это дерьмо. Канавим все, кто первый, первый ножницы. В рамках искусства у вас реальный бокс. Это так токсично, что я не дорос до этого уровня дискурса. Пацаны, брейк. Мой любимый художник это Ян Ван Сейк. Он изобрел масляные краски. Респект, братцы. Как он смог в этом разобраться? Как он сделал этот генский алтарь? Как же это делали? Причем делали в старь. Как же шикарен, например, портрет. Купсальн Арнольфини с женой. Как же это прекрасно. Я как будто вижу его. Там так сзади изображено зеркало. И в нем отражаются даже те, кто пришел. И в частности сам Ян Ван Эйк там изображен. Он там стоит и в зеркале как будто бы рисует он. И при этом на главном плане все еще купец Арнольфини с женой. Это вообще кто? Кто их знает? Зачем их было рисовать? Это не важно. Они просто заплатили. А он сделал гениальную картину. Вы узнали у кого длинный член. Мой любимый художник, который Лихтенштейн. Мы узнали сегодня много инсайтов. Про искусство от этого парня. Подпишитесь на канал Артификс. И на Пакбанк тоже подпишитесь. На самом деле меня тревожит эта проблема. Сегодня просто все вокруг охуели. Никто не интересуется изо. Никто может быть в школе иммобиле. Это кто-то может быть читать книги. Из нашей аудитории вы это подтвердите. Но в изобразительном искусстве. Как-то стало сильно немножечко грустно. Эйль, проблема с огромным хером. Я люблю Мадонну, канцлера Ролена. Эйль, проблема с огромным хером. Я люблю Мадонну, канцлера Ролена. Раннее возрождение, северное. Как же это прекрасно. Охуели все бы здесь. Да, там еще там Ганс Гольбейн младший. И Лукас Кранок старший. Как будто бы нельзя было назвать их нормально. Замечательные были пацаны. Но ладно. Я люблю также, например, и обычное возрождение. Высокое, кстати говоря, к примеру. Как же там все прекрасно было. И эти итальянские мастера. Ни один из них не мудило. Какие рисовали картины! Как было прекрасно и не примитивно. Ее! Эль Проблема Эль Проблема, Эль Проблема, Эль Проблема, Эль Проблема Но я предпочитаю Эль Грего Эль Проблема, Эль Проблема, Эль Проблема Давно не был в музее, я вместе с Хижим Челом Знаешь, почему у меня реальный нервный тик? Я думаю, почему позднее форзорождение Не побывало во Флоренции, а только в Венеции Куда мне деться, куда мне деться, бля? И там, и там великие мастера Но в одном месте есть, а в другом нихера Как это может быть? Что это такое? Почему на Тинторетто все закончилось? В частности, этот бит А, он не закончился, значит продолжаем Потом начинается баропимая зая Вот этот весь манеризм и живопись Все начинает закручиваться ввысь Как будто мы снова возвращаемся к готике Только у нас такие соблазнительные эротики И висит немножечко эротическое Вот такого красного бархатного театрального занавеса Александр Фресайд на битсор ворвался Как художник Саврасов Это реальная гангстер Подпишитесь, вступайте в нашу пасту Друзья, пять звезд на iTunes, пожалуйста А вот и кринжовые фристайлы подъехали На остальных платформах Напишите нам, пожалуйста, отзывы, если вам понравилось Подписывайтесь на нас На канал Книжный Чел на YouTube, где можно нас смотреть И, конечно же, на проекты Николая На его новый сольный канал Панк Манк Обязательно Я думаю, что там будет только самый наигоднейший контент Спасибо, Николай Пять звезд Обнялся Спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok